МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один хороший приехал в Киев и рассказал, как его кормит российская власть. Античная Пальмира окончательно отбита у боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство». Почти год город, включенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, находился в руках террористов. Аналитики уверены, успех в Пальмире может сыграть ключевую роль в борьбе с боевиками из «Исламского государства». Боевики из запрещенной в России группировки «Исламское государство» захватили Пальмиру еще в мае прошлого года. Они разграбили город. Знаменитые культурные и исторические памятники античности были уничтожены. Среди них храм Бэла, храм Баал-Шамина, одна из главных святых города, и триумфальная арка. Древние колонны в Пальмире боевики использовали для казней. Людей к ним привязывали и затем взрывали. «Это «Исламское государство», экстремисты, террористы. Они не только жестоко убивают людей, они уничтожают наследие человеческой цивилизации, которому тысячи лет, которое должно быть достоянием всего человечества. И неважно, находится ли оно в Сирии или где-то еще». Освобождение города стало, по сути, самой крупной победой правительственных войск Сирии над террористической группировкой «Исламское государство». С воздуха операцию поддерживала российская авиация. Сейчас очевидно, что после 10-месячной оккупации городу предстоит долгий процесс восстановления утраченных ценностей. По оценкам реставраторов, для этого понадобится 5 лет. «У нас большой опыт. Мы уже выполнили десятки реставрационных работ в Пальмире. Я надеюсь, в окрестностях города будут приняты серьезные меры безопасности, чтобы Пальмиру не захватили снова». Правда, многие ценности уже не восстановить. Например, полностью разграблен Национальный музей Пальмиры. Кроме того, отступая, боевики заминировали некоторые памятники. Москва обещала помочь в разминировании города. А Эрмитаж готов принять участие в восстановительных работах. Освобождение Пальмиры важно не только с точки зрения сохранения исторических ценностей. Город является важным транспортным узлом и стратегическим центром. Успех в этой операции открывает для сирийской армии путь для наступления на Ракку, который боевики исламского государства называют своей столицей. Так называемый «балканский маршрут» через Македонию, Сербию и Хорватию, в Австрию и на север Европы для беженцев сейчас перекрыт. Однако мигранты, как утверждают СМИ, уже нашли альтернативные пути. Контрабандисты активно предлагают, например, итальянское направление. Решение проблемы с нелегальной миграцией так и не найдено, тогда как ситуация в лагерях для беженцев, как в греческой Идомене, наколена до предела. Греческая деревушка Идомене на границе с Македонией стала символом трагедии беженцев с Ближнего Востока в Европе. Здесь скопились более 11 тысяч мигрантов, после того, как Македония 21 февраля закрыла границу с Грецией. В воскресенье сотни беженцев собрались у забора на границе. В интернете они узнали о том, что ворота в Македонию якобы вот-вот откроются. Многие держали в руках куски белой ткани, пытаясь показать, что они настроены мирно. Полиция выстроила оцепление и через громкоговорители сообщила, что слухи об открытии границы — обман. Но беженцы в Идомене не теряют надежды продолжить путь по балканскому маршруту. Его начало в Турции. Оттуда беженцы через Игейское море попадают в Грецию. Далее маршрут проходит через Македонию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию и Германию. После того, как Македония закрыла свою южную границу, продолжить путь в ЕС тысячам беженцев стало невозможно. Между тем, нелегальные перевозчики беженцев уже разработали альтернативные маршруты, сообщает издание «Эфацет». Например, они предлагают доставить мигрантов из Турции или Греции на небольших судах в Италию. Оттуда можно попасть в Германию. По данным издания, переправа по Средиземному морю стоит для нелегала от 3 до 5 тысяч евро. А контакты перевозчиков можно найти в Фейсбуке. Они обещают начать массово перевозить беженцев в Италию в начале апреля. Между тем, министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер в понедельник вновь раскритиковал закрытие Балканского маршрута. По его словам, это привело к бедственному положению в Греции. Беженцы в Идомении по-прежнему требуют, чтобы им разрешили продолжить путь в Евросоюз. Многих силы уже на исходе. Российский театральный проект «Господин Хороший» завершил гастрольный тур по Украине. Актер Михаил Ефремов, поэт Андрей Орлов, он же Орлуша, и Юрий Гагарин, журналист и продюсер проекта «Андрей Васильев» в черных списках на Украине не числятся. Поэтому СБУ гастролировать им позволяет. Что говорил украинской публике «Господин Хороший» и что украинцы услышали? В репортаже корреспондента ДВ в Киеве Александра Индюховой. Последний концерт прошел в Харькове. До этого были Киев, Днепропетровск, Одесса и Львов. И везде полные залы. Публике пришлась по душе сатира на действия российских властей в отношении Украины. Программа называется символично «Нарушители границ». Мальчик по дорожке шел прогуляться просто. И нечаянно нашел Крымский плоск. Он его в своей стране присоединяет. Объясните, дети, мне, как он поступает. Не забыли авторы программы и про дело украинской летчицы Надежды Савченко. Только представьте, она на земле Украины шлялась при всех в украинской же форме военной. И защищала заседшую в Киеве хунту от бронетанковых сил добрых шахтеров. Нарушители границ говорят о деле Савченко не только на Украине, но и в России. Я лично поддерживаю Савченко по причине того, что я довольно часто поддерживаю тех, против кого нарушен закон. В той или иной степени. Жанр несогласной с властью в России нравится далеко не всем. Но Кремль, уверяет киевскую публику Михаил Ефремов, актерам пока не препятствует. Фраза Миши, что власть нас кормит, она абсолютно правдива. Чем больше маразма мы получаем от наших властей, тем нам интереснее работать. Спасибо очень. Украинские зрители остались довольны. Каждый услышал что-то свое. Ну, это все мило, по-доброму. Мне кажется, ни в коем случае не унижая саму Россию. Ну, мило высмеивая те моменты, которые есть. Я думаю, что они выражали свое признание и поддержку нашей стороне в отношениях между Россией и Украиной. Если талантом Михаила Ефремова мы восхищаемся, восхищаемся давно, то его гражданскому мужеству мы учимся. Господин Хороший вернется на Украину. Киев уже вписан в график гастролей на следующий год. В понедельник Брюссель уточнила информацию о числе погибших во время терактов. В результате нападений 22 марта на аэропорт и метро были убиты 32 человека. Также погибли трое террористов. О ходе расследования трагедии в новостном обзоре. В Бельгии отпущен на свободу один из подозреваемых в причастности к терактам в бруссельском аэропорту Фейссал Шефу. Правоохранители объяснили его освобождение недостатком доказательств. По версии следствия, на съемке камеры видеонаблюдения он находился рядом со смертниками Лашрауи и Эльбакрауи. Кроме того, сообщалось, что его опознал водитель такси, доставивший террористов в аэропорт. Израиль предупреждает своих граждан о высокой вероятности совершения в Турции новых терактов, жертвами которых могут стать туристы. Поясняется, что нападения могут совершить боевики таких джекадистских группировок, как ИГЭ. Израиль рекомендовал находящимся в Турции израильтянам покинуть эту страну. Причиной крушения Боинга авиакомпании Flight Dubai в аэропорту Ростова-на-Дону возможно, стала ошибка одного из пилотов и их последующий конфликт. Об этом сообщила газета «Коммерсант». В Межгосударственном авиационном комитете не смогли не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. В Мексике вновь проснулся Попа-Катепетель. Вулкан выбрасывает дым и пепел на высоту нескольких тысяч метров. Это уже привело к нарушению авиасообщения в регионе. Власти рекомендовали местным жителям носить маски. Вулкан находится в 70 километрах от столицы страны Мехико. Попа-Катепетель считается одним из самых опасных вулканов в мире. Вокруг вулкана сейчас создано кольцо безопасности радиусом в 12 километров. Вот и все на сегодня. ДВ Новости расскажут о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова